Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря в 9.00 по GMT данные по инфляции в еврозоне. Важный отчет, потому что следующая неделя это заседание Европейского центрального банка. И мы так готовимся к тому, что европейский регулятор все же снесет процентную ставку и создаст условия для дальнейшего ослабления главного валютного риска, то есть европейской валюты, за которую и отвечает. В 12.30 по GMT данные по ВВП Канады. Также в это же самое время выйдет блок статистики. Срешает личные доходы, личные расходы. И прежде всего нас интересует, нас и все трейдерское сообщество, индекс расходов на личное потребление. Наиболее предпочтительный индикатор ФРС в оценке текущей ситуации с инфляцией. Этот отчет точно станет источником повышенной волатильности американского доллара, внесет серьезные движения, привнесет на финансовые рынки. Поэтому заранее, друзья, поскольку мы ожидаем, что на рынках будет жарко, обязательно контролируйте риск менеджмент. Следите за основными правилами. Не игнорируйте необходимости выставления стоп-лоссов. Только вы знаете, с какими рисками вы можете и способны работать. Не забывайте про эти правила. Индекс доллара сейчас 104.76. Вчерашний блок данных, в частности, главный отчет дня ВВП за первый квартал, уточненная оценка, по факту увидели цифры 1.3%, это в соответствии с тем, что и ожидали эксперты. Прогноз был точно такой же. Немного придавило этой статистике доллар, поскольку индекс американской валюты скорректировался 105 пунктов, да, вот как раз уровня 104.75. Но все равно покупатели где-то рядом, они сохраняют инициативу, и сегодня по стефактум выхода данных по индексу расходов на личное потребление, индекс доллара может легко прорваться снова выше 105 пунктов. По прогнозам, базовый индекс останется на прежнем уровне, если делать оценку на годовой показатель 2.8%, основной тоже без изменений 2.7%. Но я по старой доброй традиции все же предположу, что могут быть сюрпризы, и по факту мы можем увидеть значение повыше. Если основной мысль расходов на личное потребление превысит показатель, который прогнозируется, это будет еще одним подтверждением того, что инфляционные риски не просто остаются в американской экономике, а инфляция продолжает разгоняться. Остается настолько высокой, чтобы представители американского регулятора продолжали откладывать вот это решение, которое предполагает смягчение американской монетарной политики и снижение ключевой процентной ставки. Десятилетки. Американские трежеры стабильны 4,54%. Это тоже хороший фундамент для того, чтобы покупатели дальше отстраивали вот эту тенденцию роста. Инструмент FedWatch Tool сейчас показывает нам оценку вероятности снижения ставки в сентябре в 45%. Это чуть больше, чем было в начале недели, но все же, опять же, сегодня статистика, которая может кардинальным образом изменить настроение и убедить еще большее количество сомневающихся трейдеров в том, что у доллара очень хорошие перспективы дороста. Поэтому я сторонник длинных позиций удерживаю планги. Золото 2343 доллара за тройскую унцию. Перед выходом очень важного отчета, друзья, у нас сантимент 50 на 50. Поэтому в текущей ситуации я предлагаю золото оставить в покое, сфокусироваться на индексе долларов. В недельник мы обязательно вернемся к золоту. Если поймем, что после серьезной волатильности на рынке формируются новые тренды, скорее всего, сантименты изменятся, мы попробуем подключиться к трейдингу в рынках драгоценных металлов и проведем сделку по золоту. Но чуть-чуть забегая вперед, я думаю, что при том, что было озвучено касательно американского доллара, следующая сделка по золоту будет также предполагать продажу этого актива. Европейская валюта против доллара 1.0820. Последний опрос Рейтерс показал, что ЭЦБ снизит ставку на следующей неделе на 25 байсных пунктов. Причем прогнозируется, что до конца этого года ставка может быть снижена еще дважды в сентябре и декабре. Я разделяю этот сценарий прогноз, потому что много раз уже говорил про значительный прогресс в ослаблении и снижении инфляции. И у Европейского центрального банка, по сути, нет выбора, кроме как начинать смягчать экономическую политику и делать это довольно активно. Не только, опять же, причина в стабильном снижении инфляции, но еще и в слабости экономического роста в целом. Здесь нужно создавать условия для стимулирования внутреннего спроса. Поэтому снижение процентной ставки, безусловно, должно помочь. Также ранее делал отсылку на комментарии представителей Европейского центрального банка. Они нас как раз убедили в том, что ответственные лица уже считают снижение и смягчение экономической политики в Версоне решенным вопросом. Поэтому ждем следующую неделю и настраиваемся на распродаже главного валютного риска. Доллар иена, друзья, 156.80, мы ниже отметки 157. И здесь нужно сказать спасибо фундаментальному фону макроэкономической статистики из Японии, потому что базовый индекс инфляции, по сути, в токийском регионе, который можно спроецировать на общенациональные показатели, рост с 1,6 до 1,9%. Ироничные продажи подросли в данном выражении с 1,1 до 2,4%, что формирует задел и базу для последующего разгона показателя инфляции. Ранее чиновники Банка Японии дали понять, что если девальвация иена будет провоцировать рост инфляции, они готовы вмешаться. Но судя по этой статистике, которую мы получили, действительно, Банк Японии может согласовать вскоре, скажем так, в перспективе ближайшего квартала дополнительное ужесточение монетарной политики. И просто ожидание того, что такой сценарий возможен, все же будет поддерживать позиции чрезмерно распроданной и перепроданной иены. Я ориентируюсь на уровень 155 иен за доллар и ниже, собственно, как и говорил ранее. Доллар канадец 1,3675. Здесь ждем рост выше отметки 1,37, выше уровня 1,38, укрепление позиции американского доллара, контраст монетарных политик. И сегодня данные по темпу экономического роста Канады за первый квартал ожидается снижение показателя с 0,2 до 0,1%. Если будет нулевая динамика или вовсе показатель окажется на отрицательной территории, то канадцу придется не сладко. Нужно быть к этому готовы, тем более, что против канадца сейчас еще и возобновившиеся распродажи на рынке нефти. Рынок криптовалют биткоин 68,700, эфириум почти 3,800. На следующей неделе, после выходных, я очень надеюсь, по крайней мере, криптоэнтузиаст по мне позволяет предположить, что мы будем говорить уже о круглых значениях по обоим этим инструментам, то есть 70 тысяч и 4 тысячи. И фундаментальный фонд, связанный с скорым запуском контрактов ETF на основе эфириума, этому пока располагает. И рынок нефти 81,70. Ждем заседания ОПЕК в эти выходные. В понедельник, безусловно, все обсудим. А сейчас два фактора, которые давят прилично на котировки. Это снижение импорта нефти в Китай. В прошлом месяце он снизился до 10,72 миллионов баррелей в сутки, с 10,93, которые мы видели в апреле. И несколько часов назад вышли очень слабые данные по производственной активности китайской экономики. В частности, индекс снизился с 54 до 49,5. Ушел в зону спада и стагнации. Поэтому, скорее всего, снижение спроса со стороны Китая станет новой тенденцией и будет давить на котировки черного золота. Наша цель 80 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!